МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместо трехподъездной высотки здесь появится малоэтажное здание. Диплом вузов кредит под 3% годовых. Челябинские студенты смогут оформлять займ на учебу по льготной ставке. Накормят животных из приютов. Южноуральские волонтеры присоединились ко всероссийской акции Лапы добра. Аркадийм под замком. Исторический заповедник закроют для посетителей в день летнего солнцестояния. В Челябинске начался раздельный сбор мусора. Пока это пилотный проект. И сортировать отходы будут только в двух местах города. В микрорайонах Парковый-2 и Академии Версайд. Подробности у Натальи Кудряшовой. На данной контейнерной площадке мы наблюдаем контейнера, которые уже распределены под вторичной сырье и подсмешанные отходы. Данные контейнера объемом 1,1 метра кубических. Они изготовлены из пластика. Стоимость данного контейнера составляет на сегодняшний день 12 до 14 тысяч рублей. Такие евроконтейнеры появились в Парковом-2 и Академии Версайде неделю назад. Их установили на 25 площадках. И постепенно жители начинают привыкать к раздельному сбору мусора. А как? Вот надо открывать. Оно что, закрыто? Хорошо. На каждом баке яркая наклейка. То, что предназначено для переработки, отмечено как стор сырье. Сюда идут пластик, бумага и стекло. Торичное сырье вывозится на сортировочный комплекс в Политаево, где находится уже такой, скажем, узел по размещению отходов и их переработке. Там недавно было запущено дополнительные мусоросортировочные линии. Под вторичное сырье планируется выделить отдельный поток от сортировки. Там это уже будет разделено более тщательно, уже более детально и отправлено на утилизацию на специализированной организации. Для вывоза раздельного мусора приобрели необходимую спецтехнику. При этом удалось избежать роста транспортных расходов. Вторичное сырье не разлагается, и поэтому его можно вывозить раз в неделю. Пока хватает одной машины. За пять часов собирается семь тонн мусора. Контейнеры полные? Контейнеры полные. Такие контейнерные площадки с прошлого года работают в Копейске и Южноуральске. Для Челябинска этот проект пилотный. Но не исключено, что уже к концу года все южноуральцы перейдут на раздельный сбор мусора. Понимаем, что люди не могут сортировать каждые отходы отдельно, да, у себя дома, потому что куда-то не хватает места. То есть было предложено, что люди будут сортировать всего на два мешка. Первый шок – это, конечно, общие отходы, как люди скидывали. И второй – это для вторичного сырья. Куда можно положить очищенное стекло, чистое, пластик, полиэтилен, картон, бумага. Благодаря раздельному сбору мусора треть отходов сможет получить вторую жизнь. Для того, чтобы в проекте участвовал весь Челябинск, необходимо дополнительно закупить 7 тысяч контейнеров. На это уйдет 100 миллионов рублей. Наталья Кудряшова, Дмитрий Пищулин, Урал-1. Два миллиона одноразовых масок и 130 тысяч флаконов антисептика. С таким комплектом средств индивидуальной защиты на Южный Урал пройдет голосование по поправкам Конституции. Медицинские расходники уже поступили на областной аптечный склад. В ближайшее время здесь ждут еще 7 машин с дезинфицирующими средствами. Они привезут защитные шлемы, оградительные ленты и перчатки. Подготовку к дню голосования накануне обсудили губернатор Алексей Тексер и руководитель регионального избиркома Сергей Абертас. Кроме соблюдения санитарных норм, говорили и о стандартных оргмоментах. Например, о волеизъявлении не по месту регистрации. Для этого нужно подать электронное заявление через госуслуги или обратиться лично в избирательную комиссию или офис МФЦ. Можно проголосовать на дому. Оформляется это желание также через единый портал госуслуг. Жители должны знать, какие у них есть возможности для того, чтобы воспользоваться своим правом голос. Речь идет и о заявке для того, чтобы была возможность проголосовать на дому. И если у кого-то есть возможности, желание проголосовать раньше 1-го числа, с 25-го числа, это тоже людям должно быть понятно, известно, каким образом и как им это обеспечить. В этом году челябинцы не увидят спортивных игр стран БРИКС. Провести мероприятие регион готов в следующем году при условии снятия всех ограничений. По словам региональных властей, в связи с распространением коронавируса, приезд делегаций из зарубежных стран в полном составе невозможен. Кроме того, у участников возникают сложности с планированием графика выступлений и поддержанием спортивной формы. Также остается сложной эпидситуация и в Челябинской области. В то же время организационно регион готов провести значимые международные мероприятия. Они могут пройти в следующем году, разумеется, после снятия всех ограничений. Отмечу, что губернатор Алексей Текцлер предложил рассмотреть возможность включения Челябинска в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2021 год для проведения этапа мировой серии по скейтбордингу World Skate или международных соревнований по другим видам спорта. Аркаим под замком. Популярное место на Южном Урале закроют для посетителей в день летнего солнцестояния. 21 и 22 июня здесь собираются десятки тысяч человек со всей России, чтобы встретить рассвет на горе Шаманки. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой заповедник до сих пор закрыт. Его посещение нарушает распоряжение правительства области. Стражи порядка имеют полное право выписать посетителям штраф. Чтобы остановить возможных гостей, с 19 по 22 июня на территории заповедника круглосуточно будут дежурить полицейские. Выставят посты ДПС. Кроме того, территорию будут патрулировать пешие и мобильные группы. Все возможные въезды на Аркаим перекроют. Для посещения заповедник откроется 1 июля. Пока же здесь продолжается обустройство экологической тропы. В ближайшее время на маршруте установят скульптуры животных, когда-то населявших эту местность. На Аркаим вернутся 10 видов. Среди них сайгак, первобытный бык, тур, кулан, тарпан и другие. Новости одной строкой. Информационный обзор прямо сейчас. Скандальную стройку напротив Челгуза консервируют. Вместо трехподъездного дома высотой в 25 этажей здесь в будущем появится малоэтажное здание. Накануне на стройплощадке на братьевка Шириных появилась техника и возобновились работы. Однако в администрации Челябинска жильцов заверили, строители выполняют консервацию проекта и выводят его в ноль. Вблизи дома номер 100 вместо высотки появится малоэтажная альтернатива. Это именно тот компромисс, на который изначально были согласны попавшие под уплотнение Челябинцы. 25-этажный дом нарушал практически все известные нормы, и это подтвердила госэкспертиза. В конце прошлого года прокуратура Челябинска признала разрешение на строительство незаконным. Вскоре техника покинула стройплощадку. Теперь она вернулась на три недели, чтобы провести консервацию. Челябинский аэропорт перешел на круглосуточный режим работы. В течение двух месяцев он был открыт для путешественников только во второй половине дня. В первой шли ремонтные работы на аэродроме. Здесь заменили сведосигнальное оборудование, установили систему огней высокой интенсивности. Теперь самолеты смогут взлетать и садиться при любых метеоусловиях. Кроме того, на аэродроме закончились работы по расширению взлетно-посадочной полосы. Впрочем, реконструкция воздушной гавани еще продолжается. Завершить ее планируют в сентябре. Диплом вузов кредит под 3% годовых. Челябинские студенты смогут оформить займ на учебу по новой льготной ставке. Ранее она составляла от 8 до 16%. В этом году на фоне кризиса и пандемии снизится до 3. Разумеется, за счет поддержки государства. Особенность образовательного кредита в том, что во время учебы выплачиваются только проценты. Основной долг заемщик начинает гасить через 3 месяца после выпуска из вуза. И растянут этот процесс на 10 лет. Не исключено, что в нынешних условиях срок выплаты кредита также продлят. Российскую экономику и граждан будут поддерживать и после 1 июля. Разработать очередной пакет мер или продлить существующие поручил правительству президент Владимир Путин. Срок действия большинства нынешних выплат и льгот истекает в конце июня. Назначались они с апреля на 3 месяца. Хотя потребность в них остается. Например, касается это работающих пенсионеров. Им по-прежнему рекомендовано сидеть дома. Но электронные больничные за эту самоизоляцию скоро перестанут начислять. В новом формате, без особой помпы, но с прежней значимостью. В законодательном собрании Челябинской области вручили награды и премии лучшим работникам многих отраслей. Лауреаты, актеры, соцработники и, конечно, врачи. У каждого за плечами трудовая биография, которая заслуживает особого внимания. Обычно вручение премии за заслуги в трудовой деятельности проходит в торжественной обстановке. Свидетелями важного события 20 лет становились коллеги и родственники лауреатов. Сегодня ситуация другая. В зале только 11 человек и представители законодательного собрания. Конечно, необычный формат, но я сказал нашим лауреатам, что они запомнят этот год на долгие годы. Потому что в таком формате никогда, наверное, больше не будут вручать награды, как вручали в 2020 году. Это связано, конечно, с коронавирусом. И, как говорил президент Российской Федерации, для нас самое ценное, самое важное и приоритет – это здоровье наших жителей. Слова особой благодарности от Владимира Мякуша сегодня адресованы врачам. Диплом, медали, премию получила и представитель династии медиков Надежда Смирнова. Сейчас у нас мы в основном лечим больных с хроническими инфекциями, поэтому мы с многими поддерживаем постоянный контакт, то есть мы постоянно на связи, они делятся с нами своими и радостями, и горестями, и заходят в гости, и поздравляют с праздниками. Поэтому мы вот так работаем. Также за многолетний труд и вклад в развитие Челябинской области наградили социальных работников и представителей культуры и искусства. О себе говорить всегда плохо, не знаю, за что наградили. Наверное, за то, что работаю четверть века. Сначала работал в театре-студии частном, там работали ребята из государственных театров, а потом получил образование и уже начал работать. Сначала работал в Казахстане в театре, в Кустана, а теперь вот в Шерябинск потом переехал. И уже 20 лет почти здесь работаем. Из-за пандемии в этом году награждение проходит не только в камерном формате. Депутаты поздравляют лауреатов непосредственно на их рабочих местах во многих муниципалитетах Челябинской области. Юлия Анфалова, Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Челябинские дворы небезопасны для детей. По данным сотрудников ГИБДД, только за прошедшую неделю автомобильные травмы получили трое юных горожан. В связи с этим полицейские в очередной раз отправились в профилактический рейд. Стоящие машины загораживают обзор водителю, и внезапное появление детей на дороге становится неприятным сюрпризом. Поэтому главное правило во время движения по дворовым проездам – держать минимальную скорость, чтобы успеть отреагировать на неожиданную помеху. Но все же максимальная ответственность лежит на родителях. Большой участок, много машин, всегда проезд открытый. Я всегда нахожусь с ними рядом, они у меня всегда под присмотром. Совет родителям – не отпускайте своих маленьких детей никогда одних, даже во двор. Даже если вы их видите через окно, может случиться всякое. Машина проедет, даже не заметите, как может случиться ДТП. Разумеется, ребенок тоже должен понимать всю опасность бесконтрольных игр у проезжей части. Поэтому инспекторы раздали подрастающему поколению памятки с правилами дорожного движения. А для того, чтобы сделать детей заметнее в темное время суток и в ненастную погоду – светоотражающие стикеры. В Челябинске накормят бездомных животных. Южноуральские волонтеры присоединились к всероссийской акции по сбору корма и медикаментов «Лапы добра». На Южном Урале акция «Лапы добра» стартовала 5 июня. За это время челябинским волонтерам удалось собрать несколько упаковок корма, консервы и пеленки. Все это 18 июня передадут в приюты для бездомных животных. Помочь осчастливить их обитателей может каждый. «Пока мы сотрудничаем с приютом «Лис», в дальнейшем будем подключать и другие приюты для этой акции. Сколько планируем передать, сказать сложно, зависит от того, как люди поддержат эту акцию. Но пока, в принципе, достаточно неплохо, люди активно участвуют, приносят». Волонтеры просят челябинцев принять участие в акции. Все то, что так необходимо животным, можно принести в сборный пункт по адресу улица Воровского, 36, второй этаж. Этой весной, в связи с пандемией, многие перешли на удаленный режим работы, и интернет стал чуть ли не главным средством коммуникации. Например, потребление трафика на сетях одной из компаний провайдеров Челябинской области выросло на 43%. Этой весной, в связи с пандемией, многие перешли на удаленный режим работы, и интернет стал чуть ли не главным средством коммуникации. Например, потребление трафика на сетях Ростелекома в Челябинской области выросло на 43%. Компания строит оптические сети связи, которые отличаются от других технологий высокой скоростью интернет-доступа, а также планомерно переводит своих абонентов с аналога на оптику. Работы проводятся как в крупных населенных пунктах, так и в коттеджных поселках, чтобы клиенты компании и на отдыхе могли пользоваться всем спектром цифровых услуг. Мы по оптике можем разогнать скорость невероятную. И если мы помним, раньше 100 мегабит было много, потом 500, сейчас гигабит, терабит, так что можно разогнать скорость какую угодно, если будет соответствующее оборудование у абонентов. Благодаря технологии оптика в квартиру жители Южного Урала имеют полный доступ к сервису цифровых услуг Ростелекома. Это интерактивное телевидение, айпи-телефония, видеодомофоны с приложением управления со смартфоном, а также умный дом. Большой популярностью этим летом у горожан пользуются домашние видеонаблюдения, как в квартире, так и за городом. Так или иначе, мы все равно куда-то выезжаем, и очень важно для многих остается и на острие остается вопрос безопасности, что же происходит с моей квартирой, что же происходит с моим домашним животным, которое там, вероятно, уже хозяйничает без своих взрослых. Соответственно, очень важным остается вопрос присмотра, может быть, за каким-то более старшего возраста людьми. Также эксперты компании отметили значительный рост спроса на подключение цифрового сервиса ВИНК перед сезоном летних отпусков. В мае этого года запрос южноуральцев на установку интерактивного телевидения вырос на 20%. Поможет ВИНК и в самообразовании. Школьники здесь смогут повторить учебную программу, потянуть иностранный язык и прослушать произведения классиков. Наталья Кудряшова, Урал-1. На этом информационный выпуск подошел к концу. Увидимся на Урал-1. До встречи.